Из трех причин для радости, упомянутых братом Иваном в начале собрания, если вы помните, это праздник День Отца, это бракосочетание, и, ну, если так посчитать по календарю, праздник Сошествия Духа Святого на землю, я хотел бы остановиться на этом последнем и привести три текста Священного Писания из книги «Деяния святых апостолов». И после этого мы с вами коротко поразмышляем. Первый текст. «И возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Второй текст. «Евнух продолжил путь, радуясь». И, наконец, третий. «Была радость великая в том городе». В общем-то, все три текста взяты из книги «Деяния святых апостолов». И, как мы с вами знаем, церковь первоапостольская, она пребывала в веселье и простоте сердца. Это кроме прочих благословений. То есть мы будем с вами говорить, дорогие друзья, дорогая церковь, будем говорить о радости спасения. Вспоминается, как Давид, человек по сердцу Божьему, в своем покаянном 50-м псалме молил Бога. «Возврати мне радость спасения». «Дух твой владычественный не отними от меня». Он не мог и не хотел жить без радости спасения. Мы не будем сейчас подробно останавливаться на условиях или особенностях ветхозаветнего пребывания или общения с Духом Святым. Мы лишь отметим, что радость спасения, столь знакомая царю Давиду, была для него вожделенным или предметом вожделенных желаний. То есть он говорил, я по-другому не хочу. Я хочу, чтобы эта радость была. Не просто возврати спасение, а возврати радость спасения. И дальше он говорит, «Возрадуются кости тобою сокрушенной». Меня удивляет этот оборот речи. Понятно, что книга «Псалтырь» относится к поэтическим книгам. И все-таки не случайно упоминается это слово. «Возрадуются кости тобою сокрушенной». Настолько глубоко или всеобъемлющая радость, которая должна возвратиться. Мы с вами вспоминаем из послания к евреям, 4 глава, 12 стих. Написано, «Слово Господне проникает до разделения». Кто продолжит? «Души и духа», а дальше «составов и мозгов». «Составов и мозгов». «И судит помышления, намерения сердечные». То есть, насколько глубоко проникает Божье Слово, настолько глубоко проникает радость спасения. Братья и сестры, радость спасения возвращается, если она была утеряна, туда, где она была. Должен сказать, что об этом глубоком проникновении радости спасения мы часто не задумываемся, получив ее, и, наверное, ощущаем только тогда, когда утратили. Я хочу задать вопрос, в первую очередь, самой себе. И каждый может этот же вопрос задать себе. Спасен ли я? На первый взгляд вопрос, ну, теоретически, и как бы к нам ни относится, не имеет практического отношения, не так ли? Мы члены церкви. Однажды был день нашей встречи с Богом. Однажды мы сказали Господу да. Однажды сердца были очищены. И все-таки спасен ли я? Если да, то что это значит для меня? По сути, это должен быть определенный статус. Это положение, это позиция веры, связанная с принятием жертвы Иисуса Христа нашего Господа. Отношение к тому, от чего я был спасен, ну, по идее, принципиальное, должно быть резко отрицательное. Не может быть и речи о том, чтобы возвращаться туда, откуда мы были спасены, не так ли? Это было бы настолько же неестественно, как, например, бросаться в пучину морскую, только потому, что там мы потеряли наши любимые фотографии. Это было бы настолько же неестественно возвращаться в положение, откуда мы были спасены, или от чего были спасены, как, например, возвращаться в горящий дом, только потому, что мы забыли, опять же, какой-то совершенно символический подарок. И если бы мы это делали, нам бы сказали, вы безумные. Что же вы делаете? Вы сгорите там, задохнетесь в этом пламени и дыму. Братья и сестры, радость спасения не может быть заменена ничем. Она практически незаменима. Теперь, когда радость спасения присутствует, давайте мы посмотрим на другие аспекты радости, которые связаны с радостью спасения. Я буду приводить текст из Священного Висания. Первый текст. Опять же, Давид Царь говорит, радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Вот эти сравнения, они помогают нам лучше усвоить предмет, о котором идет речь, не так ли? Или вопрос. Почему Давид говорит об этом? Почему он сравнивает свое отношение к Слову Господнему с отношением человека к материальным благам? Друзья, ну потому что нам это ближе и понятнее. Давайте себе на секундочку представим, что кто-то из нас получил неожиданно большой вклад, подарок. Даже не зарабатывали. Что-то там, кто-то прислал, большая сумма, я не знаю, сколько это много. Ну, тысяча, ну тысяча мало. Ну, две тысячи, тоже, наверное, мало. Да, десять тысяч. Сколько? Сто тысяч. Сколько будет вот много? Сколько? Миллион. Отлично. Вот миллион. Ну, каким-то образом, не знаю, не спрашивайте, каким образом он оказался у нас на столе. И я себе представляю такую картину. Сидят супруги и говорят, ну что ж, миллион пришел, а что у нас сегодня, огород поливали? Или там, ну давай в магазин сходим, там продукты купим. Я себе не представляю такой картины. Я понимаю, что это будет вызывать определенный, причем немалый прилив радости и восторга. Может быть, мы будем, ну не знаю, подскажите, скакать. Я, кстати, не за то, чтобы скакать. Ну вот, например, что-то будем, наверное, делать, вот что-то такое будет у нас. Как-то эмоции будут переливаться через край. Так ведь, да? Это при всем нашем отношении, что мы понимаем, что все сгорит. Мы понимаем, что материальные блага, они не должны мотивировать наши отношения и нашу жизнь и так дальше. Но при всем этом, когда неожиданно приходит большая сумма денег, мы радуемся. Так вот, Давид говорит, постойте, подождите немножко. Мое отношение к Слову Божьему точно такое же, как получивший великую прибыль. Братья и сестры, когда мы с вами приходим на разбор Слова Господнего, я, кажется, был только один раз здесь в собрании на разборе Слова, и есть молитвенное собрание, не так ли? Да все знают же об этом, правда? Есть разбор Слова, есть молитвенное собрание. Так вот, когда мы с вами приходим, наше отношение к Слову Господнему, оно на что-то показывает. Ну, позвольте мне так по-простому сказать. Вот на что-то показывает. Каким образом я или какое я моё отношение к Божьему Слову? Дело в том, что никогда мы не заставим человека, который не имеет радости спасения, радоваться Божьему Слову, как получивший великую прибыль. Никогда не пытайтесь это делать. Братья, служители могут увещевать. Ну что же это? Ну почему? Ты читал сегодня, неделю читал, месяц читал, не читал, и так дальше. Друзья, ничего не получится. Если нет радости спасения, никогда не будем радоваться Божьему Слову по-настоящему. Второе. В Евангелии от Луки, в первой главе, 44-47 стихи, приводится как бы сообщение о радости или общении двух благочестивых женщин. Это была Елисавета, матерь Иоанна Крестителя, и это была Мария, Матерь Господня. И вот когда они встретились и общались, там есть такие слова, что «возрадовался Дух мой о Спасителе», там была радость, она присутствовала в этом общении двух женщин, которые любили Господа, о чем они говорили или о ком они говорили, о ком говорили, друзья, то и вызвало прилив радости. А теперь давайте на секундочку представим себе наше с вами общение. Мы верующие люди, мы идем за Господом, кто-то год, кто-то два, кто-то 10, 12, 15 и так дальше. Мы идем за Бога, мы любим Бога. Если бы я сегодня спросил кого-то из вас выборочно или даже всех, любим ли мы Господа, я уверен, что получу утвердительный ответ. Да, конечно. Друзья, теперь давайте представим себе наше общение. Я не говорю о том, чтобы вот о текущих вопросах, о погоде, о природе. Я говорю об общении святом, когда собираются люди, верующие о чем, о ком они говорят. Вызывает ли это общение радость? Интересно, мы читали в семье текст о том, когда Господь встретился с учениками после воскресения. И вот он предлагает, он говорит, им пищу предлагает. Они берут эту пищу. Он спрашивает у них, есть ли у вас какая пища? Да, есть. Подали печеную рыбу, подали мед. И вот он берет эту пищу, и он продолжает беседу. И вы знаете, он открывает глубокие истины. Он не просто замкнулся, он не стал расспрашивать. Ну, давайте так себе представим, вот гипотетически, что вот если, вот откуда эта рыба? А как запекали? А вот этот мед, а кто собирал? Где пыльца, чего? Ни о чем не говорит. Он говорит о серьезных вещах. Знаете почему? Потому что прием пищи это только поддержание жизни. Мы не живем для того, чтобы есть. Мы едим для того, чтобы жить. Мы едим для того, чтобы общаться. Когда дети Божьи собираются вместе, едят, да, но они это предмет их разговоров. Друзья, и снова я хочу сделать предварительный вывод. Если у нас есть радость спасения, мы обязательно будем иметь радость общения с другими верующими, которые также любят Господа. Но вот следующий текст. Об апостолах написано, что когда они уже освободились, вот у них были определенные разговоры с Синдрионом. И вот написано, что радовались они, что за имя Господне удостоились принять бесчестие. Деяние святых апостолов, 5 глава, 11 стих. За имя Господа приняли бесчестие. Друзья, давайте вот коротко остановимся на этом тексте. Удивительный текст. Во-первых, удостоились. Два слова, которые меня удивляют в этом тексте. Удостоились. Ну, удостаиваются чего-то очень положительного. Например, удостоился занять там первое место. Удостоился там где-то быть на каком-то торжестве. Ну, что-то такое, правда? То есть, с чем у нас ассоциируется слово удостоились? Но здесь говорится о бесчестии. Мы понимаем, что перенести бесчестие было бы, кажется, более правильно. Но здесь написано, удостоились, и мы знаем, что слово Божие не ошибается. Второе, радовались. Как можно этому радоваться, когда приняли бесчестие? Друзья, а вот еще текст, который как бы дополняет эту мысль. Здесь написано, что «расхищение имения приняли с радостью». Расхищение имения приняли с радостью. И снова этот текст, и снова это слово. Радость при расхищении имения. Друзья, как это можно понять? Как это можно приобрести это состояние, чтобы радоваться тому, что за имя Господа принять бесчестие? Друзья, ключевое слово в данном случае – за имя Иисуса. Они любили Иисуса, и все, что было связано с Его именем, все было дорого. Все было близко, все было драгоценно. Драгоценный Иисус, и поэтому все, что с Ним связано, было близко и дорого. Друзья, я хочу сказать, что эта радость от принятия бесчестия, она немыслима без радости спасения. Если нам незнакома радость спасения, если мы забыли, что это такое, мы вряд ли будем радоваться даже маленькому унижению за имя Господа. Давайте пойдем дальше. Мир восплачет, а вы возрадуетесь. Кажется, мы с вами вошли в полосу жизни, полосу истории человечества, когда все это будет происходить на глазах. Мы понимаем, что мораль резко падает. Мы понимаем, что мир готов разрыдаться ввиду экономических потрясений, политической неустойчивости. Какая-то неразбериха пришла в этот мир. Один пожилой человек говорит, я оставляю этот мир для вас худшим, чем я его получил от предыдущих поколений. Мир восплачет, вы возрадуетесь. Написано, радости этой никто не отнимет от вас. Что это за великая радость, которую никто не отнимет? Ни скорбь, ни потрясение, ни мир. Никто не отнимет. Когда миру будет невероятно плохо от неопределенности и безнадежности, вы будете радоваться не потому, что вы будете злорадствовать, а потому, что у вас есть радость, которую никто отнять не может. Вы будете радоваться тому, что приблизилось избавление ваше. Вы будете переселяться туда, о чем мечтали, о чем плакали, от чего жаждали, ради чего вы ходили на собрания, ради чего вы любили Господа, ради чего вы терпили лишения, ради этого. И теперь вы воскликнете со всеми искупленными. Гряди, Господь, Ты наш Бог, на Которого мы уповали. Друзья, если у нас нет радости спасения, мы будем плакать вместе с миром. Будем трепетать, мы будем думать об альтернативных вариантах, что нужно сделать в это время. Наконец, последний текст. «Радуйтесь всегда о Господе» – послание Колосиным. Это пишет апостол Павел из тюрьмы, это одно из его тюремных посланий. «Радуйтесь всегда о Господе». Удивительно, узник пишет тем, которые на свободе радуетесь. И он не может при этом печалиться, потому что это было бы нелогично, непоследовательно. Он говорит, вы радуетесь, очевидно полагая то, что он радовался. Причем, есть ключевое слово, которое определяет духовную зрелость – всегда радуйтесь. Ведь, согласитесь, дорогие братья и сестры, мы можем с вами сказать о том, что у нас есть молитва, у нас есть чтение слова, у нас есть общение, у нас есть благотворительность и прочее, но мы не всегда можем похвалиться в Господе, что это всегда. Именно постоянство – это признак духовной зрелости. «Радуйтесь всегда о Господе». Друзья, вот это вот о Господе, снова продолжаю мысль. Почему всегда? А потому что Господь. А потому что это мой Спаситель. Это потому что это тот, образом которого я буду наслаждаться весь день, мы читаем в Салмах. Это тот, ради которого вся моя жизнь растрачена. Это тот, ради которого терпели и страдали. Я о нем могу радоваться. Полнота радости пред лицом твоим, мы читаем в Салмах. Полнота радости. Милый друг, тебе не нужно искать где-то радость. После собрания тебе ничего не нужно включать, тебе никуда не нужно спешить, тебе не нужно засорять свою жизнь каким-то мусором, только для того, чтобы порадоваться козленке или что-то, как тогда сказал старший сын. Друзья, полнота радости пред лицом Господа, именно близкое общение с Ним приводит нас к этой полноте, и тогда мы радуемся о нем. Но и эта радость немыслима без радости спасения. Мы подходим с вами к молитве. Я хочу задать вопрос. Имеешь ли ты, брат, сестра, друг дорогой, радость спасения? Если ты ее не имеешь, скорее всего, ты ничего другого тоже иметь не будешь, перечисленное в этой проповеди. Радость спасения, с этого все начинается. Может быть, в твоей жизни было то, что произошло в жизни Давида. Он говорит, возврати мне радость спасения. Грех пожирает нашу радость в Господе. Неосвященность пожирает нашу жизнь с Богом. Нам очень важно знать об этом и помнить, если твоя жизнь небрежная, если ты живешь кое-как, и как попало, скорее всего, радости спасения у тебя не будет. Нужна остановка. Тебе нужно внимательно посмотреть на то место, откуда ты упал, или где произошло это, вспомни, откуда ты не спал. Тебе нужно вернуться к этой полноте радости, иначе христианство не есть христианство. Христианство без радости христианством не является. Библия переполнена обетованием блаженства. Друзья, если наша жизнь не имеет, в нашей жизни мы не имеем радости спасения, это трагедия, ничего не поможет. Никакое участие, ни жертвенность, вообще ничего. Эта радость незаменима. Друзья, я хотел бы сейчас в этой молитве соединиться вместе с вами, к престолу благодати Господа прийти, чтобы попросить его Господь. В моей жизни так плохо прощупывается эта радость спасения, так плохо наблюдается. Возврати мне ее, Господи, наполни меня этой радостью спасения, помоги мне ликовать о Тебе. Давайте помолимся Господу. Аминь.